Всем привет! Меня зовут Дмитрий, канал Добро Е, тема касается Евротрак Симулятор 2 версии 1.49.2.6s, написано для дебилов и здесь тоже, но я про себя говорю, да, я постоянно привык вот так показывать, а здесь как бы вот для меня, для самого самого умного, здесь прям вот разработчики постарались и добавили. Ребят, сегодня мы разговариваем про сборку карт, вот я неоднократно катал последней версии на 1.49 сборку карт, состоящей из русских карт, да, она так и будет называться русская, простая русская, я сейчас что-нибудь придумаю, типа там простая русская. У меня на канале были подобные ролики, опять же, с этими практически картами, но так как ребята требуют, Дим, ну расскажи и все остальное, вот на стриме, Дим, ну что за сборка, ну сделай, сделай, я говорю, ну стоит ли оно того, все то же самое и было, нет, вот сделай и все в этом духе. Делаю, ребят, вот просто делаю, вот уделяю там эти, в это время, даже не ради там просмотров, все остальное, просто вот вам показать, если кто-то вдруг реально не знает. На 1.49, на 1.49 для Евротрак Симулятор 2, естественно наличие всех DLC обязательно, причем касаемо западных Балкан, по желанию, да, если она у вас есть, это хорошо, если у вас нету, пока что она не требуется, да, для особенно русских карт, для сборок на основе там русмапа, юга и так далее, западные Балканы не требуются. Но если вы в дальнейшем будете использовать ProMods, конечно же, западные Балканы будут обязательные, но в данный момент требуется 7 DLC из 8, вот на карты. Поехали по сборке, профиль у меня, на котором я катал, ничего сверхъестественного, как говорится, и сейчас расскажу по поводу сборки карт. Сейчас вот так вот сделаю, вот то, что я катал, прямо на основе ее, самого низа. Сибирь. Сибирь 2.7.0 от Valery10Avo, это обновленный под 1.49, мы катали, смотрели, тестировали, все прекрасно, ставится в самый низ по, скажем так, заверению автора. То есть автор сказал мою карту ставить вниз, соответственно прислушаемся к автору, ставим ее в самый низ. Далее, соединение с Kirov map. Я к Kirov отношусь, я точнее относился таким образом, раньше это был вот такой вот плевок на карте, который с паромами там, с какими-то хер поймешь, в общем, это так. Сейчас карта разрастается потихонечку, карта является платной, можете ее ставить или не ставить, цена вопроса, по-моему, 100 рублей в группе ВКонтакте Kirov map, вы можете купить, а можете не купить, как говорится, как хотите. Цена вопроса 100 рублей, если покупаете, соответственно, будет у вас соединение через Альметьевска, будет соединение с карты Kirov map. Вот такая вот история. Kirov map ставится над Сибирью и никаких проблем нету, опять же говорю, можно ставить, можно не ставить, если вам впадло ее купить за 100 рублей, как говорится, да, или вы не хотите это делать. С российской карты все это покупается прекрасно. Вот, соответственно, так как разработчик наш. Вот, поэтому ставить или не ставить, дело ваше, но воткнул, пускай она будет. Kirov map мы с вами поставили, дальше идет у нас карта Казахстана, Казахстан версии 1.49, обновленный Казахстан с группы ВКонтакте Добро Ей, там она скачивается, ссылочку я оставлю в описании. Мои админы все это дело обновили, спасибо им огромное за это, дай бог здоровья, как говорится. Вот, и Казахстан ставится таким образом, модель и дев. В Казахстане в этом уже строен Орал, да, то есть дорога Оральская, вот эта вся история, поэтому вот как-то так, наверное. Дальше карта SR map, это карта Южного региона с 1.48, по сути, да, из предыдущих версий, но она прекрасно работает с 1.49, никаких проблем замечено не было, ставить можно. Качать карту SR map с Южного региона, либо с группы ВКонтакте Добро Ей, да без разницы, откуда, короче, SR map она есть, вы можете ее скачать с группы ВКонтакте Южного региона, короче. Вот, ставим SR map 12.2 и дальше мы идем с вами Volga map, Volga map старая карта 1.5.1, еще под старую версию игры, но она прекрасно, опять же, работает в этой сборке и на версии игры 1.49, поэтому Volga map, вот, пожалуйста, с группы ВКонтакте Volga map бесплатно выискать, то есть вся сборка бесплатно, кроме Кирова. Ну, тут опять же, покупать не покупать, она просто 100 рублей, это даже меньше, чем пачка сигарет, как бы смотрите сами. Волга map поставили, дальше Rusmap, который уже под 1.49, обновленный Rusmap, просто обновленный, пока без всяких территорий, без всего остального, просто они ее адаптировали под последнюю версию игры. Мы, собственно, ее ставим. Модель, map, dev. Раньше было 4 файла, то есть модель 2 был, теперь модель только 1. Соответственно, ставим модель, map, dev, все. И выше идет подложка карт, ETS2 map 1.6.2, для вот просто вот этой всей структурированности, тем более подложка карт требуется, естественно, для карты Сибирь map, потому что, если мы подложку не ставим никакую, мы до Сибири даже на карте не долистаем, то есть будет обрезок. То есть, вроде Сибирь есть, но ее на карте не будет отображаться, и туда мы никак вот не перелистнемся, скажем так. Вот такие вот дела, ребят, но выше вы можете ставить свои какие-то свои моды, какие-то прицепы, грузовики, вот у меня зимний мод там стоит какой-то, да, и все, и вот эта вся легенькая вот эта вся сборка, пожалуйста, катайте, если вы, как говорится, хотите. Давайте покажу на карте, как это из себя все представляется, отображается, какие территории, там обновы, и все-все-все в этом духе. Загружается игра, сейчас это все дело обрежу, и встретимся уже, собственно, в самой игре. Ну вот, друзья, мы с вами как бы в игре, все это было обрезано, естественно, пока я ждал там загрузку туда-сюда, хотя она быстрая была, но не суть. Не буду я прям даже загружаться в игру, прям сразу карту открываю, и по карте вам все это дело расскажу и покажу. Собственно, подложка карт, как вы видите, вот эта цветная, которая позволяет нам отображать Сибирь-мап. Вот, понятно, что это полноценный дефолт, здесь у меня все DLC присутствуют, и Скандинавия, и Франция, и Италия, и Балтика, и Дорога к Черному морю, и Иберия, и Западные Балканы. Как я и сказал, Западные Балканы не требуются для установки русской сборки карт вот этой, да, этой простой русской, прям так и назову, простая русская сборка, потому что здесь особо ставить ума не надо. Ну, зависимость только от Киров, да, единственная платная карта, которую, как бы, за эти 100 рублей ставить, не ставить, как бы, пожалуйста, как хотите. Поэтому, дефолт, дальше у нас территория русмапа 1.49, просто русмап обновленный под 1.49. Дальше у нас идет дорога вниз, Тула-Воронеж, это у нас М4, вплоть до Ростова, Ростов туда-сюда, это у нас карта Южный Регион 12.2, с группы Южного Региона, можете скачать себе ее. Дальше пошла дорога вверх, у нас карта идет до Тольятти, карта Волгамап 1.5.1, как я и сказал, не обновлена на последнюю версию, но она прекрасно работает, соединяется, вот мы вчера на стриме, кстати, катали. Идем выше Альметьевск и уходим мы на территорию карты Кировмап, как раз я и говорю, Кировмап, коннектор вчера мы ездили, все это прекрасно соединяется и вниз идет через Волгу, все, никаких проблем не было, соответственно, Кировмап ставится, если без Кирова, то, соответственно, этого, вот этой темы не будет. Кировмап, дальше сюда мы идем вверх, здесь у нас пошел Челябинск, Тюмень и так далее, это у нас карта Сибирьмап 2.7.0 обновленная, да, то есть добавлена вот эта территориальность. И вот здесь еще, по-моему, город вот этот вот тоже, вот этот Аргаяш тоже добавлен, то есть вот как бы небольшое такое обновление от карты Сибирьмап 2.7.0. И все это прекрасно соединяется с картой Кирова вообще в данный момент, то есть раньше это был вот такой вот плевок на карте, какой неочемный, но сейчас более-менее уже, как говорится, какая-то картинка проявляется. Да, соответственно, вниз мы идем, как я сказал, Киров, да, Сибирьмап, Волгамап, Южный регион, Русмап и карта Казахстана, которая под 1.49 от группы ВКонтакте добро едет. И все это соединяется с дефолта, можете использовать различные моды на погоду, да, там Фрости зимний мод, зима у вас будет. И все в этом, друге, как бы катайте на здоровье, простая, легкая, беспроблемная, ну, как-то так, ребят. Так что удачи, успехов, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Дима, канал Добро Едет. Удачи!